Давайте начнем лекцию У нас осталось 2 лекции, всего 2 лекции По хэш-таблицам и по деревьям Последний модуль, самый интересный, как мне кажется Как обычно, если у вас будут вопросы, сразу их задавайте Потому что иногда на этой лекции они бывают самые интересные Что у нас сегодня будет? У нас будет в начале обсуждение, что такое хэш-функции А затем, что такое хэш-таблица и как ее строить Хэш-таблицу можно строить разными способами Самое главное, это как разрешать коллизии, которые возникают при использовании хэш-функций И можно их разрешать методом цепочек Более классический вариант, более простой, но по памяти неэффективный Не очень эффективный для построения больших таблиц И второй метод, разрешение коллизии методом открытой адресации В котором используется двойное хэширование Так, там уже картинка какая-то есть Сейчас вот мы к ним перейдем, потом попозже Итак, задача какая у нас? Хранить ключи в контейнере Быстро добавлять Быстро удалять Быстро проверять наличие Ну, можно было бы использовать упорядоченный массив Что приходит первое в голову Но можно было бы быстро искать, да, за логарифм Бин-поиском Но при этом, если нам требуется вставка в этот массив То нужно будет вставлять куда-то в середину Извлекать из середины И возможно время работы будет O от N В среднем оно будет O от N Это долго, конечно Здесь, конечно, еще важно понимать Есть ли сравнение между ключами или нет Если ключи можно сравнивать Тогда вот можно построить гарантированно работающий хороший контейнер На основе дерева поиска О котором у нас будет разговор в следующей лекции А если у нас нет функции сравнения То хорошо бы все-таки как-то построить контейнер без функции сравнения Но чтобы вот эти вот методы Добавления, удаления и быстрого поиска Чтобы они работали за вот единицы Было бы, конечно, идеально Вот как раз мы построим хэштаблицу В которой в среднем все эти операции будут работать за вот единицу Что и какое еще второе решение может быть Вот в частном случае, когда у нас ключи Это целые неотрицательные числа В каком-то фиксированном диапазоне Если диапазон не очень большой И нам нужно хранить просто числа Такая простая задача Хранить числа То можно хранить массив булов При создании, середировать его нулем Все були И аито будет равно true Тогда это только тогда, когда элемент i содержится в этом множестве То есть такая реализация множества целых неотрицательных чисел В небольшом диапазоне Все операции будут работать за вот единицу Можно быстро добавить Просто выставить в true нужное значение по нужному индексу Быстро удалить Поставить false по этому индексу И быстро проверить, есть там этот элемент в множестве или нет Просто обращившись к нему в массиве Все эти операции за вот единицу Они всегда за вот единицу В худшем, в лучшем, в среднем случае И это здорово И вот на основе этой идеи как раз строится хэш-таблица Нам только нужны ключи Вот эти вот, которые нам в реальные приходят Это могут быть строчки Это могут быть файлы Это могут быть структуры какие-то сложные Или не сложные Просто, не знаю, массив прямоугольников сохранить где-то Вот их нужно каким-то образом преобразовать Все вот эти вот ключи к целым числам И тогда можно будет построить аналогичную структуру Вот, так вот хэш-таблица Это как раз и есть массив ключей С особой логикой состоящей из того, что мы Вначале вычисляем хэш-функцию, которая преобразует ключ в индекс И дальше начинаем работать Дальше начинаем уже работать с самой хэш-таблицей И если у нас какой-то ключ попал по этому индексу То мы можем что-то с этим индексом По этому индексу что-то там проверить Там записать булл, записать что-то еще Но если у нас есть два ключа, в которых один и тот же индекс Одно и то же хэш-значение То есть произошла коллизия То вот с этим нужно бороться И в разных реализациях хэш-таблиц По-разному разрешаются вот эти самые коллизии Когда один и тот же, два разных ключа Имеют одно и то же хэш-значение Так вот, значит, что такое хэш-функция Хэш-функция это просто такое преобразование Ключа в это самое число Преобразование по детерминированному алгоритму Имеется в виду, что оно фиксированное, заданное Оно не случайное Оно как-то описано Вот оно всегда работает одинаково Вне зависимости от контекста Для какого-то одного, для каждого ключа Каждый ключ здесь описывается как входной массив данных Произвольной длины Это может быть все что угодно Поэтому такое наиболее общее определение А выход, выход Это какая-то битовая строчка фиксированной длины Здесь не написано, что это числа, какие-то значения Но если у нас битовая строка фиксированной длины То это значит от нуля до 2 в степени k, где k длина этой строки Можно трактовать любую битовую последовательность Как некоторое число Здесь просто наиболее общее определение Которое позволяет вам делать хэш-функции произвольной длины Она может давать многобайтовые huge-интеджеры Результаты называют хэшом Здесь вот то о, то е И здесь вот часто пишут букву по-русски То е, то е Вот чаще хэш пишут через е А вот кэш через е Ну это где как на самом деле Вот еще раз про коллизию Определение коллизии еще раз дадим Что коллизия хэш-функции называется два различных ключа Или два входных блока x, y Таких, что их хэш-значения равны Вот с ними будем бороться Ну бороться будем по мере поступления Вначале посмотрим, какие бывают хэш-функции Как можно определить хэш-функцию В зависимости от того, какой ключ Можно хэш-функцию определять по-разному Для целых чисел это может быть один способ Или несколько способов Для строк там другой способ Более удобное вычисление хэш-функции Важно, чтобы она детерминирована И достаточно быстро вычислялась Это основной критерий Хорошей хэш-функции Плюс она еще должна хорошо перемешивать Вот она должна минимизировать количество коллизий И перемешивать значения Желательно Это не обязательно, но желательно Пример плохой хэш-функции Вот если у нас есть ценники А наша хэш-функция должна возвращать числа от 0 до 100 До 1000 То можно было бы взять остаток отделения на 1000 Эта хэш-функция плоха тем, что она порождает много коллизий Если предполагать, что мы хэшируем ключи, которые являются ценами продуктов Там у нас частые значения остатков отделения на 1000 Они у нас повторяются Это зависит от данных И каждый раз, когда вы пишете хэш-функцию какую-то свою, которая будет возвращать число Нужно понимать, какие будут входные данные Равномерно ли она будет возвращать различные значения для разных сходных ключей Будет ли она иметь разные значения, если в ключе что-то небольшое поменять? Например, здесь от старших разрядов вообще ничего не зависит Это может быть плохо Но если бы вы взяли по модулю P, по какому-то простому По модулю 31 То наверняка было бы лучше Но, а вдруг у вас система исчезновения по основанию 31? Ну, то есть всякий раз нужно думать о задаче В какой она будет использоваться, эта хэш-функция В зависимости от этого как раз и ее подбирать А сейчас вот будет рассказано о том, какие бывают методы ее подбора Вот один из них мы уже обсудили Это взятие по модулю, взятие остатка Там еще будет, значит, у нас будет метод деления Метод умножения для целых чисел Для последовательности произвольной длины Метод деления многочленов И просто значение многочлена и метод Горнера Это для строк Больше подходит Сейчас мы до этого до сего дойдем Я просто анонсировал Сейчас теперь по очереди будем их обсуждать Итак, вот метод деления Самый простой метод Взять для чисел k Мы определяем значение хэш-функции как остаток отделения на m m, вот это вот самый, это параметр хэш-функции Он, соответственно, ограничивает ее значение И значение у нас получается от 0 до m-1 И вот тут вот m можно разное пытаться выбирать Если мы выбираем степень двойки То от старших битов ничего не зависеть не будет Может быть, это будет плохо А может и хорошо, может ничего страшного Если m равно 2 в степени 8-1 А вам на вход подаются ключи Допустим, строчки фиксированной длины И вы их трактуете как целые числа То от перестановки байт Значение хэш-функции тоже не будет меняться И когда вычисляют хэш-функцию методом деления То есть методом взятия остатка от целых чисел То часто выбирают m простым Простое число — это самый простой способ Сделать хэш-функцию достаточно хорошей Так, вот теперь метод деления многочленов Мы вначале научимся делить с остатком многочлены А кто умеет делить с остатком многочлены? Давайте мы будем делить с остатком Делить с остатком один многочлен на другой Но в поле еще zp И p возьмем равное 2 То есть у нас все коэффициенты многочленов Будут либо 0, либо 1 Сейчас давайте какой-нибудь многочлен на какой-нибудь поделим Давайте возьмем многочлен, например x в 7 плюс x в 6 плюс x в кубе плюс 1 Давайте мы его поделим Поделим на многочлен А вот, кстати, там дальше будет пример многочленов Давайте посмотрим многочлен из CRC USB 5 Сейчас я гляну быстренько его сразу Так, 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 вот он здесь x в 5 плюс x в квадрат плюс 1 Так, вот, значит, пределение многочленов x в 5 плюс x в квадрат плюс 1 Этот многочлен хорош тем, что он стандартизирован для вычисления хэша CRC 5 Использующиеся в протоколе USB Используется вот такой многочлен Давайте мы попробуем вот это наше число Которое равно Значит, какое это было исходное число Это было 1 Старшая степень при семерке При шестерке 1 При пятерке 0, 0, 1, 0, 0, 1 Вот такое число в двоичной системе числения Это что? Это Давайте подумаем Что же это было? Такой x в 1 плюс 8 9, шестая степень 64 64 и 128 Кто бы считает? 190 191 196 Нет, почему? 192 Плюс, да, плюс 201 Правильно Ага, спасибо Так, и вот давайте 201 Посмотрим, какое будет у этого значение Если мы представим его в виде многочлена Поделим на другой многочлен Что у нас получится? Значит, на что нужно домножить этот многочлен Чтобы убрать седьмую степень? На x в квадрат, да Умножаем Прибавляем Получается здесь x в седьмой Плюс x в четвертой Плюс x в квадрат Вычитаем Получаем, шестая степень есть Пятой нету Четвертая степень есть Я здесь написал плюс 1 Потому что в поле z2 Мы работаем в поле z2 Плюс 1 это то же самое, что минус 1 Они равны То есть число обратное к единице Это 1 x в четвертая Плюс x в кубе Плюс x в квадрат Плюс 1 Что нам еще нужно? Еще нам нужна какая степень? Первая нужна степень Плюс x Домножаем на x Получаем x в шестой Плюс x в кубе Плюс x Вычитаем Что у нас остается? x в четвертой Плюс x в квадрат Третья сокращается Плюс x в квадрат Плюс x Плюс 1 Да И Все Пятой степени уже нет Пятой степени уже нет Значит, это в ответ Это остаток А это частное Понятно, как мы делили один многочлен на другой? Что у нас получилось? Какое хэш-значение здесь? Четвертая степень Это Третьей нету Вторая Первая Нулевая Это 16 Плюс Плюс 7 23 Вот Хэш-значение для числа 201 Получили 23 Значит, почему хэш-значение так можно вычислять? Давайте сейчас на следующий слайд пойдем И там будет более понятно Еще раз Мы каждый ключ k Определяем числами k0, k, n-1 Вон он Вот это вот И Это просто набор бит Если мы в поле z2 работаем Мы берем многочлен k от x Определяем Где каждый коэффициент Это соответствующие биты Просто строим по нему И если есть какой-то параметр Поленом Являющийся параметром хэш-функции Степени m То есть Этот поленом Называется порождающим И значением хэш-функции Является остаток отделения k на p Вот Мы взяли k Поделили на p С остатком Получили некоторый многочлен И у него степень Меньше либо равна, чем m-1 Она не может быть m Потому что всегда степень m Многочлен степени m Можно поделить на многочлен степени m И избавиться от mt степени Всегда Потому что у нас коэффициенты в поле Вот Получим многочлен степени m-1 или меньше Соответственно, здесь такая последность Из m коэффициентов И мы ее трактуем просто как Наша нужная битовая последность Как наше число Ответ Вот Но правда В CRC В CRC Перед тем, как взять остаток отделения Еще домножается на их степень m А в этом чуть позже еще скажем Это нужно для перемешивания Для перемешивания тех значений Которые Степени которых Изначально меньше, чем m Так Это было про умножение Теперь О, это было про деление многочленов Теперь метод умножения Опять возвращаемся к числам Ключи Это теперь снова числа a Это параметр хэш-функции m Тоже параметр То есть два параметра хэш-функции Но a Это просто фиксированное число какое-то Которое всегда фиксированное А m В зависимости от того Какой мы хотим получить диапазон Мы получаем значение от 0 до m-1 Поэтому если мы хотим большой диапазон Мы ее увеличиваем Это позволяет нам в хэш-таблице Когда мы строим хэш-таблицу размера m Сразу сказать, что Если мы используем хэш-функцию Которая принимает значения от 0 до m-1 То здесь сразу подставляем нужное m Что здесь? Здесь дробная часть внутри И целая часть Эта дробная часть возвращает значение от 0 до 1 От 0 включительно до 1 не включительно И домножая на m Мы получаем значение от 0 до m Не включительно И взяв целую часть Получаем целые числа В диапазоне от 0 до m-1 включительно То есть только когда определено На самом деле просто все Вот это вот взятие дробной части Взятие дробной части Оно все перемешивает Оно перемешивает ключ Замешивает ключ Все индексы Все цифры Значащие все цифры ключа Если это целое число изначально Все значащие цифры Они смешиваются В этом произведении С некоторым параметром И смешавшись с ним Когда мы берем дробную часть Мы отсекаем все старшие разряды Которые значащие А в младших остается такая смесь И вот эта смесь Она как раз нас и интересует В качестве параметра A Кнут предложил использовать Число обратное к золотому сечению Вот такое вот Почему? Не знаю Не знаю Самому интересно Но он говорит, что Вот если выбрать A Обратное к золотому сечению То получается хорошие Хорошие результаты хеширования Хорошие результаты перемешивания Почему у них хорошие До конца непонятно Мне кажется Если взять любое Иррациональное число То будет хорошо Ну, больше 0,5 Потому что если взять Меньше 0,5 То от какого-то разряда Ничего не будет зависеть От какого? От самого младшего, наверное Сейчас Или наоборот А, ну это просто Будет класс чисел Которые мы С меньшей плотностью Будем накрывать Вот Нам же нужно равномерное Накрытие Чтобы по всем числам От нуля По всем значениям ключа Из некоторого диапазона От нуля до N Мы получали В среднем равномерное Распределение Значения хешфункции От нуля до N-1 Вот, наверное, Кнут Просто для разных чисел Посмотрел Что вот это Вроде подходит В среднем получается равномерно Ну вот Наверное, N там остановился Но на самом деле Именно в таком виде Хешфункцию Метод умножения Не вычисляют Для целых чисел Если требуется Для целых численных ключей Вот это посчитать То Все-таки используют Битовые операции И вот здесь Немножко сложности Сейчас будет Почему Вот эту вот Хешфункцию Метод умножения Это на самом деле Вот такая вот Последовательность Битовых операций Одно умножение Взятие по модулю Кстати, здесь можно Не брать по модулю А просто умножать С возможным переполнением Просто не обращать внимания На то, что переполнение есть И сдвиг Битовый сдвиг И все То есть одно умножение И сдвиг И все Ну, еще это вычитание Но это фиксированное число Это параметр Хешфункции Почему это так? Давайте разберемся Вот Когда мы здесь берем целое число Умножаем его на A Да, вот это число A Давайте представим В виде отношения Если у нас все числа Все ключи Целочисленные В диапазоне от 0 до 2 в 32 Минус 1 То Вот это число A Нам достаточно взять С точностью до 2 в 32 После запятой До 32 бит После запятой Поэтому это число A Можно представить Как некоторое число С деленное на 2 в 32 Ну, примерно Вот мы берем близкое К этому числу И S Ну вот Если S поделить на 2 в 32 То получится число Приближенное к золотому сечению Вот Вот это вот теперь мы Будем запомнить Не число A Которое является обратным Золотом сечением А само число S Домножим его на ключ И посмотрим Что означает Взятие дробной части А взятие дробной части Означает Что мы перемножим Вот это вот К на S И смотрите, что у нас есть У нас есть число Разряды, которые больше Чем 2 в 32 Разряды, которые меньше Чем 2 в 32 То есть старшие Старшие значащие биты И младшие Вот старшие Они не будут Использоваться Потому что у нас здесь берется Дробная часть Поэтому вот это 2 в 32 Вот это вот R1 Это пойдет в целую часть Она нам неинтересна Мы ее отсекаем Как раз Вот в этом-то и Фишка Функции Метод умножения Что мы Все перемешивание Делается благодаря Вот этой вот Младшей части А младшая часть Менчатая 2 в 32 Это просто Произведение двух чисел К на S С отбрасыванием С отбрасыванием Старшей С отбрасыванием Переполнения Вот Ну и затем Нам что нужно сделать Вот эту дробную часть Соответственно Это R0 Делить на 2 в 32 Намножаем на 2 в степени И это есть ответ Нам еще правда Надо будет поделить На 2 в 32 А что это означает Это означает Надо взять Старшие П бит Старшие П бит Числа R0 Только они будут Участвовать Вот в этом Произведении Только они будут Использоваться После деления Останутся После деления На 2 в 32 Поэтому здесь Можно просто взять Исходное число R0 И сдвинуть его На 32 минус P P это параметр Это Вот 2 в степени P Это M Это степень двойки Мы сейчас вычисляем Значение хеш-функции Для M Равного степени двойки Ну Чуть позже Я еще буду говорить О том Что размер хеш-таблицы Мы выбираем По-разному В некоторых случаях M Простое Можно брать В некоторых случаях M Можно брать В степени двойки И вот Когда вам хочется Брать Размер хеш-таблицы Являющей степенью двойки Например В методе Открытой адресации Где используется Квадратичное пробирование Об этом чуть позже Вот Для таких Вот M Равных 2 в степени P Вот эта хеш-функция Как раз Подходит Вычисленная Таким способом Вот Так Ну я чувствую Совсем Загрузил С этими Степенями Мы Как То есть Мы умножили Золотое ощущение На 2-3-2 Да Да А вот здесь Объяснено Зачем это сделали Ну потому что Нам Важно Ну у нас Числа К Целые Поэтому нам Важно Чтобы К Может на А При взятии Дробной части Чтобы Оставалось Вот это Взятие Дробной части К Может на С К Может на А Вот дробная часть От нее Не зависит От Более Младших Разрядов Ну то есть Вот Если А Это Здесь Должно Быть Написано Не так Здесь А Примерно Равно С Делен 2-32 То есть Это Число Плюс Какой-то Остаточек Вот этот Остаточек Он не будет Влиять На Значение Дробной части Так Хэшфункции Строки В частный Случай Когда у вас Ключи Являются Строками То Часто Используют Вот такой Вариант Берут Символы Строки С0 С1 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 Каждый Из них Это Некоторое Число И мы Все Эти Числа Подставляем Как коэффициенты Некоторого Многочлена А потом В этот Многочлен Берем Значение Этого Многочлена Для Некоторого А А это Параметр Хэшфункции Так же Как в предыдущей Хэшфункции Параметром Был Число Обратное Золотом Течению То есть Та же Здесь А это Просто Некоторое Некоторое Число Заранее Выбранное Обычно Простое Чуть Позже А да Вот здесь Сейчас Будет Сказано Какое Число А нужно Брать Вот И можно Вычислять По-разному Можно Вычислять От Младшей С 0 С 0 Считать Что это Младшая Степень Свободный Член А Последние Символы При старших Степенях А можно Наоборот Вначале Со старших Степеней А потом Закончить С младшими И вот Оказывается Что второй Вариант На самом деле Более часто Используемый М Обычная Степень Двойки Потому что Когда Вычисляются Эти Значения Они Всегда Очень Большие Обычно И Можно Либо Сразу Взять Остаток Отделения На М Либо Не брать Каждый раз Остаток Отделения На М А Разрешить Переполнение А взять Его После Но Для того Чтобы Взять Осадка От 2 В 32 И От М Коммутировали Чтобы Неважно Было От Кого Вначале Брать От М Остаток Отделения Или От 2 В 32 То Для Этого М Должно Быть Самой Степень Двойки Чтобы Неважно Было От Чего Вначале Взять Осадок От Деления От 2 В 32 Или От 2 В степени К Или От М Сейчас Про это Еще будет Ну Ну да Здесь просто сказано Что М Степень Двойки Ну Вот Кстати У вас Будет Задача Где Нужно Будет Закодировать Хэш Таблицу Методом Открытой Адресации Там Как раз Нужно Будет Написать Свою Хэш Функцию Размер Хэш Таблицы Будет Степень Являться Степень Двойки По Нескаким Причинам Во-первых Удобно Делать Перехеширование Сразу Нажайте Вот Дальше Нам вот эту вот Константу А надо правильно Выбрать Ой А что это Она здесь Ну вот А вот такая Вот А на самом деле Вот это Имейте ввиду А маленькая Как нам Ее выбрать Чтобы Хэш Функция Была хорошая Ну Хочется Чтобы Хэш Функция Менялась При изменении Произвольного Символа Ну Какой-то С И ты Меняем Вот Хочется Чтобы Значение Хэш Функции Тоже Менялась Это Означает Что С И ты Может На А В этой Некоторой Степени Тоже Менялась Ну И даже Не для Какой-то Степени Хотя Бы Для Первой Ну И это Будет Тогда И только Тогда Вот эти Значения С И ты На А Они Все Будут Различны Тогда И только Тогда Когда А И М Взаимно Просты Вот Это Надо Сейчас Заказать Еще раз Мы хотим Чтобы Все Значения С Уножить На А По М Были Различны Для Всех С От Нуля До М Для Больших Конечно Они Будут Повторяться Заново Да Ну Вот Хотя Бы Для Всех Значений От Нуля До М Минус Один Мы Хотим Чтобы Значения С А Были По М Были Тоже Различными Автоматически Если А И М Займно Просты Автоматически А В степени К И М Будут Займно Просты А Значит И К А Т Символ Можно Будет Менять И Хэш Будет Тоже Меняться Ну Докажем Что У нас Получается Все Различные Значения С А По Модулю М Если А И М Займно Просты Вот Теорема Докажем Это В обе Стороны Сразу И Что Это Не только Необходимо Не только Достаточно Но Необходимо Если То есть В обе Стороны Если А И Не Займно Простыми То Будут Повторяющие Значения А Если Я Займно Простыми То есть Повторяющих Значений Не будет Мы получим С А По М Среди Всех А По М Будут Все Числа От 0 До М Минус 1 Докажем Первое У нас Будет Отдельно Оказываться И первое Второе Первое Вот А И М Не Являются Взаимопростыми Хотим Доказать Что Среди С А По М Будут Повторения Как Это Доказать Ну Если А и М Не являются Замепростыми Значит А и М Имеют Общий Делитель Но Если Кто знает Если взять Са По модулю М И А и М Имеют Общий Делитель То их Остаток Са От М Тоже Будет Иметь Тот же Самый Общий Делитель Почему Ну Это Следует Из Легкого Неравенства Что Остаток От Деления Са На М Это Такое Число Р Что Са Равно М Умножить На К Плюс Р Для Некоторого К А значит Р Это Разница Вот Этого Числа И Этого Но Каждый Из них Делится На Д Значит И Р Делится На Д Это Более Формально Здесь Об Это Написано Такая Алгебра Простая А значит Мы Получаем Что Са По М Они Все Делятся На Некоторое Число Д Ну В частности Там Нет Единицы Ну В любом Случа Мы Не Получим Все Множество Чисел От М Ряда М М М М Вот А Теперь Если А М Займ Простые То Оказывается Мы Получим Все Числа От 0 До М Минус 1 Почему Ну Пусть Не Получим Если Мы Не Получаем Все Множество От 0 До Минус 1 То Это Означает Что Там Есть Повторы По Какому Принципу Если У вас Есть N Клеток И N Кроликов И В Одной Из Клеток Ни Одного Кролика Нет Значит У У У Есть N Минус Одна Клетка Как Минум N Кроликов Значит В Одной Из Клеток Сидит Два Кролика Как Это Называется Да Принцип Дерихле Да По Принципу Дерихле Если От Этого Все Множество Не Покрываем Значает Значает Что Существуют Два Элементы Которые Два Кролика Два С А У Которых Будет Одно И Тоже Остаток Отделения На М Мы Рассматриваем Все С А Для С От Нуля До М Минус Один Включительно Например Какие И А И Ж А По Модуле М Могут Совпадать Это Значает Что Их Разница С Равним С Нулем По М То есть Делится На М А Значит Так Как А М Займенно Простые То По Становить Реми Алгебре Ж Минус И Должно Делиться На М Ну Если А М Займенно Простые То Все Делители Простые Числа Они Оба От Нуля До Минус Один И Они Не Равны Нулю Потому Что Они Разные Ну В смысле Их Разница Не равна Нулю Они Разные А Значит Ну И И Быть Равными М Они Тоже Не М Вот Противоречие Значит Жи Не Может Делиться На М А Вот Из Этого Следующего Должно Делиться На М Значит Противоречие Значит Нет Таких Жи Понятно Или С Трудом Ну Скорее Наверное Это Не Особо Сейчас Интересно Но Нужно В общем Что Мы В итоге Добились Мы Добились Того Что Если У нас Параметр Хэшфункции А Взаимный Простой С М То Хэшфункция Получается Хорошая Мы Изменяем Символ Строки И Хэшфункция Сразу Меняется Вот И Для Хэшфункции Которая Сделана Вторым Способом Когда Начали Старшие Степени Ее Можно Вычислять Вот Таким Методом Это Метод Горнера Почему Он Используется Смотрите Каждый Раз Когда Мы Добавляем Очередной Символ Строки Мы Предыдущие Значения Хэшфункции Домножаем На А Прибавляем Новый Символ И Если Следующий Символ То Мы Опять Результат Домножаем На А И Прибавляем Следующий Символ Это Как В алгоритме Воследение Степени За Логарифм Операций Мы Точно Так же Используем Вычисленные Результаты Это Позволяет Сэкономить На Операциях Мы На Каждый Символ Быстро Вычисляться Вот Если Так Делать То У нас Одно Умножение На Каждый Символ А Если Посмотреть Вот На Этот На Первый Вариант То Для Того Чтобы Вычислить Добавить Очередной Символ В конец Нам Нужно Добавить Вычислить Новую Степень Числа А Домножить Ее На А И Сделать Одно Умножение И Домножить Результат На Новый Домножение Плюс Сложение Против Одного Умножения И Сложения Получается Ускорение В два Почти В два Раза Вот И для Строк Ну конечно Можно Метод Горнера Было бы И для Первого Варианта Вычислять Только Идти с Конца А Идти с Конца Строки Не Очень Удобно Потому Что Иногда Заранее Не Знаешь Где Конец Строки И Чтобы Его Найти Нужно Пройти По всей Строке Но Если У нас Сишные Строки Поэтому Чаще Используется Этот Вариант Метод Горнера Начиная Со Старших Начиная С первых Чисел Вычисляется Ну и Последовательно Оно Более Как-то Естественно Вот Ну вот Вычислили И Использовали Одно Умножение И одно Сложение На Каждой Семью Вот Простая Реализация Того Как Это Можно Сделать Она Наиболее Потому что Мы здесь Работаем Адресная Арифметика У нас здесь Арифметика С указателем Мы просто Берем Пока не дошли До нулевого Символа Переходим К следующему Символу Добавляем Его Значение Добавляем Добавляем Значит К Предыдущее Значение Хэш-функции Домножаем На А Добавляем Новый символ Берем Остаток По модулю М Кто А А А это да Да Она где-то С параметром Хэш-функции Здесь нет Да Она здесь Явно не указана Но может быть Какая-то Переменная Да Типа глобальный Константа Какая-то Заранее Заданная Константа Да Конечно Надо было бы Ее здесь Написать В параметрах Хэш-функции Но хотелось подчеркнуть Что параметром Хэш-функции Является В первую очередь Именно М Потому что Для разных Хэш-таблиц Нам нужно получать Разные значения Разный диапазон Хэш-функций Диапазон Значений Вот Если М Является степенью Двойки Я хочу еще раз повторить Что вот это вот Взятие остатка По модулю Можно было бы Здесь С него делать А если М Степень Двойки То можно было бы Сделать один раз Вот здесь А на переполнение Просто не Вращать внимание Так Вот Значит Я уже говорил Про эту функцию CRC Хэш-функции Часто Используются Не только Для построения Хэш-таблиц Но и для вычисления Контрольных сумм Для вычисления Каких-то характеристик Объект Исходной Исходной последовательности Которая Ну Чем-то может помочь Вот контрольные суммы Помогают тем Что если вам передали Какую-то последовательность Бит Байт Неважно Какой-то файл И сказали Что контрольная сумма У него равна Такому-то числу То вы можете Сами посчитать Контрольную сумму Для этого файла И проверить Действительно ли она Такому числу равна Не подложили ли мне свинью Или не пришла ли Из интернета Не пришел ли Из интернета Пакет с ошибкой В котором Один из Один из бит Там С нуля Помнение на единицу Вот И Вот такие вот Хэш-функции Контрольные Контрольные суммы Они тоже являются Хэш-функциями Они тоже возвращают Некоторое число Просто диапазон этих чисел Может быть существенно больше Чем Тот диапазон Который используется В хэш-таблицах Вот CRC-код Это метод Использует метод деления Многочлена Но предварительно Ключ умножается Еще на х степени М Это нужно для того Чтобы Если у вас Степень исходного ключа Меньше чем М Чтобы не было Так что Хэш-функция равна Собственно исходному ключу Может быть Не до конца понятно Для чего Может быть Для чего именно Так требуется делать То ли для того Чтобы Не показывать Не показывать Чтобы В хэш-функциональной сумме Не было видно Реальное Реальный ключ Если это строка Вот И CRC-ключей CRC-кодов На самом деле много Здесь вот Небольшая таблица Собрана На самом деле Их гораздо больше Их Мне кажется Что 50 На Википедии Кстати есть они И на русской Википедии Можно посмотреть Какие порождающие Многочлены Используются Для разных стандартов CRC CRC-1 Это просто Бит четности Потому что Результатом Что будет Результатом Будет Некоторое Либо 0 Либо 1 Вот Такая Совсем простая Контрольная сумма Вот В CRC-5 Который используется В USB протоколе Вот такой Многочлен используется В CRC-8 Стандартизировано Таким Многочленом И Вот видите Здесь много степеней Не нулевых А в CRC-16 Мало И там вот В CRC-16 Там еще есть CRC-10 И там более Дробные такие числа То есть Не являющиеся степенью Двойки Там разные Используются Многочлены И вот Нескай версии 16-х CRC-8 32-го CRC- тоже Вот Вот здесь Вот написано CRC-64 ИСО Вот такой А есть еще Второй CRC-64 В котором многочлен Гораздо больше Ненулевых степеней Так Что еще CRC-коды Они Легко считаются Точнее Легко Не то что Легко считаются Наоборот CRC-коды Они обычно Для небольших Для небольших Значений Для небольших Значений Вот максимум 2,64 Да У нас получается Значение Контрольных сумм Таких Да Если требуется Побольше Контрольную сумму То есть Более надежно Определить Что файл Имеет такую Контрольную сумму То используется Message Digest Вот их несколько вариантов Есть несколько версий Они все стандартизированы MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 Были разработаны Самый популярный MD5 Он 128-битный И он в отличие от CRC Вычисляется быстрее В CRC что нам требовалось? Нам требовалось Делить многочлены Это на каждый бит Нужно было сделать Операцию такого Сложения Вычитания Ксора Может быть Какую-то битовую операцию На каждый бит А здесь Мы работаем С блоками Длины 128 Вот именно MD5 Поэтому он вычисляется Быстрее Чем CRC Контрольная сумма Получается Имеет размер Гораздо больше 128 И еще Она имеет Очень важная характеристика Очень важное преимущество То что Если вы меняете Один символ В исходном файле Всего лишь один символ В исходном потоке данных Вот здесь вот MD5 И MD4 Вот такая строчка И такая строчка То хэш-функция Вот это вот Значение контрольной суммы MD5 Меняется кардинально Это называется Лавинным эффектом И очень важно Ну Тогда Если у вас Случайно Изменилось В нескольких Если файл Изменился В нескольких Символах То вы Заведомо Получите Совершенно Не совпадающую С исходной Контрольной суммой Чек-сумму Вот MD5 Достаточно сложно Взламывается Чтобы Что значит Взламывается Иногда Есть такая цель Да Бывает У вредителей Переслать файл Вот он Вы получаете файл К себе Скачиваете А Вредитель Где-то там На середине Сетки Подсел И хочет Вам Переслать Свой файл Завирусованный Соответственно В нем Тоже есть Контрольная сумма А контрольную сумму Вы каким-то образом Другим способом Получаете Через Что-то другое И он не может Ее там Подменить Допустим Соответственно Ему нужна Возможность Заменить Исходный файл Так чтобы контрольная сумма В нем не изменилась И вот для MD5 Заменить Исходную последовательность На последовательность С той же самой Контрольной суммой То есть сделать коллизию Очень сложно Но все равно можно И поэтому MD5 Не является Криптографической Мне Студенты на фтехе Рассказывали Что они где-то Вычитывали Что на Амазонских серверах MD5 Коллизия Для Последности Для MD5 Подбирается За одни сутки То есть Я не знаю Насколько много серверов Не знаю Насколько Там Это просто Слышал Может быть Они сами Где-то вычитали Быстрее На стационарном компьютере Даже там Как 2005 Быстрее Да В MD5 Ну в смысле Не Реверс То есть Не в обратную сторону То есть У нас есть хэш Подобрать значение Ага А просто Три коллизии Просто две коллизии Произвольные Или коллизию Для данной последности Нет Произвольные две коллизии Произвольные две коллизии Найти То есть Произвольные два значения Ключа У которых будет Одно и то же Коллизирует Ага Это более легкая задача Да Она попроще Она более простая Да Тем не менее Делала Слушайте А у вас Наверное На E8 Наверное Все это Рассказывается Вот Отлично Спасибо за информацию Это я буду знать Значит На стационарном Компе Быстрее чем Сутки делается Да Подбор Двух Ключей С одним С одной MD5 Нам нужно Понятно Вот Ну а чтобы Ключи подобрать Было нельзя То разрабатываются Методы Использующие Там Теории групп Методом Какая-то Сложная достаточно Алгебра Нелинейная И получается Вот Разрабатываются Такие вот Криптографические Хэш-функции А да Я не сказал Еще одного Да Нет Я не сказал Об этом Потому что MD5 В своем Во время вычисления Использует Буфер Из 512 Бит Впоследствии Из 512 Бит Блоки Там Четыре блока По 128 И еще один По-моему Вспомогательный Я точно не помню И там вот Происходит битва И операции Все этих блоков И такой конвейер Он выплевывает По 128 бит Каждый раз Использует И каждый раз Там Изначально Он там чем-то Инициализируется Фиксированным значением Которые все знают Это нет Ну вот я сам Не писал Поэтому Не могу сказать Там изначально Вот в этих 120 верхних битах Лежит по-моему Что-то типа От нуля до F Числа И от F до F Но не особо важно Чем-то Но важно Чтобы это было У всех одинаково Да И потом дальше Исходное сообщение Преобразуется И все время Докладывается Вот В те 128 бит Докладывается Все время Результат преобразования Который остается Там в хвосте Он кладется В это место И потом заново Все добавляются Следующие 500 Не Следующие 128 В общем Я до конца Не знаю Там немного Там 512 на входе Но от исходного сообщения Берется 440 Потому что 64 бит Последние Это Опадников Ага С длинной сообщения Да Там же нужно Написать длинную сообщение Да Точно Ну В общем Вот так В криптографических Там используются Гораздо более Сложные алгоритмы Ша 1 Говорят Тоже взламывается Но гораздо Более сложно И здесь Я до конца Не знаю Что именно взламывается То ли Просто слышал Может быть Наверное На интернете Покопать Можно найти Но ша 2 Точно вроде как Надежный Вот Так Что сейчас Посмотрим по времени Что у нас А Да Пойдем дальше У нас еще есть Много времени До перерыва Хэш-таблица Это структура данных Хранящая ключи В таблице Но Индекс Вычисляется Как значение Хэш-функций И У нас есть операции Мы хотим Реализовать операции Добавление Удаление И поиска И Размер Вот этой вот Таблицы Размер Всевозможных Индексов У нас От 0 до М-1 То есть М Это параметр Хэш-таблицы А количество Элементов Которые мы храним В этой Хэш-таблице Обозначим За n И вот Назовем Коэффициентом На заполнении Хэш-таблицы Альфа Отношение n поделить На m Альфа Может быть Меньше Единицы Если количество Элементов Мы храним Меньше Чем Количество Ячейков Хэш-таблицы Может быть Больше И тогда Там Заведомо Есть коллизии И мы Каким-то Образом Пытаемся Разрешить Некоторые Значит Открытые Адресации Не позволяет Хранить Количество Элементов Больше Чем Размер Хэш-таблицы Но в этом Сейчас Поговорим Вначале Парадокс Дней рождения Приставку Приставки В хэш-таблицу Размером 365 ячеек Всего лишь 23 Элементов Вероятность Коллизии Превышает Уже 50% То есть Если у вас В группе 23 человека То вероятность Того Что у двух Из них День рождения В один день Как минимум 50% Там чуть больше Вот И поэтому Приходится Приходится С коллизиями Работать Уже практически Сразу Как только Вы сделали Таблицу Размера М Примерно Когда у вас Добавляете Корень Из М Элементов Уже Появляются Коллизии На самом деле Есть методы В которых От коллизии Пытаются Полностью Избавиться Есть Так называемое Идеальное Хэширование Когда Когда мы Строим Иерархию Таблиц И Гарантируем Допустим Используем 3N Памяти Вот у нас Есть N Ключей И мы Хотим Их Захэшировать Причем Так Чтобы Не было Коллизий Конечно Мы заранее Знаем Эти ключи Если мы Заранее Знаем Эти ключи То мы Можем Построить Идеальное Хэширование Есть Такой Механизм Мы его Сейчас Не рассматривали Просто Хочу Рассказать Что Он Есть Что Если у вас Есть Заранее Заданные N Ключей То можно Построить Такую Систему Таблиц Грубо говоря Такую Хэш Функцию Которая Была В которой Не было Коллизий Вообще Вот И которая Работала За от Единицы И соответственно Именно Эти N Ключей Можно Было Добавлять Удалять Искать В этой Хэш Таблице За от Единицы Детерминированно Вот Жестко Вот Само Идеальное Такое Хэширование Строится За Линейное Время Тоже От количества Ключей В среднем Вот это Вот важно Что в среднем Там нужно Построить Ну там Есть система Хэш-функции И вот Нужно С нее Постоянно Делать Пробирование Вот В этой Системе Хэш-функции Постоянно Пытаться Выбрать Очередную Хэш-функцию Хэш-функции Сами Параметризуются Мы Постоянно Выбираем И потом Ну там В общем И там вот Есть одна Из Одна Из Одна Из Частей Как Когда мы Делаем Размер Одной Из Маленьких Хэш-таблиц Равная Квадрат По размеру Как квадрат От количества Ключей Которые Должны В нее Попасть Вот Как раз Вот этим Мы Самым Пользуемся То, что Примерно Квадрат Квадратная Таблица С вероятностью Там Примерно 50% В ней Будет В ней Не будет Коллизии Вот Это вот Используется Парадокс Ну Мы Рассмотрим Метод цепочки Метод Отгрессации Для Разрешения Коллизии Индекс У нас Будет Один Индекс В смысле Сама таблица Вот И вот Здесь Нарисована Картинка Это метод От цепочек Что мы делаем Если у нас Есть Два Если у нас Есть какое-то Значение То мы Его добавляем Таблицу Не само Значение А указатель На Элемент Списка И все Ключи Которые имеют Одно и то же Значение Мы их выстраиваем В список Вот у нас Есть два ключа С хеж Значением 152 Произошла коллизия Такая красная стрелочка Мы их оба сюда записали Здесь даже на самом деле записались Не только ключи Но еще некоторые данные Дополнительные Вот Получилась Цепочка Если нам потребуется Вставить элемент Мы соответственно Вычисляем Значение Хеш-функции Переходим К нужной цепочке И вставляем Найти Тоже Вычисляем Значение Хеш-функции Смотрим Нужную цепочку И ищем В ней Если цепочка Если цепочка Если цепочка Пустая Значит там элемента Нет Еще раз Добавление ключа Вычисляем Значение Хеш-функции По ключу Это h Находим Ad h Это будет указатель На список ключей На цепочку Вставляем В начало списка Вставляем В начало списка Или нет А вдруг нам Не нужно Повторение ключей Если мы хотим Построить хеш-таблицу Где нет Повторения ключей Тогда нам придется Пройти до конца До конца цепочки Чтобы проверить Что этого ключа Еще нет Вот если нам Не требуется Проходить до конца Цепочки Тогда вставка Будет быстрая Мы можем вставить В начало списка А если нам требуется Пройти весь список То в худшем случае Нам потребуется Проверить Весь этот список И в худшем случае Все ключи могут Попасть в один список Но вдруг Такая плохая Хеш-функция Или просто Такие ключи Вам попались На входе Вы написали Хорошую хеш-функцию Думали, что она Будет хорошая А пришли ключи Которые все попали В одну цепочку Тогда получилась Цепочка длины N В худшем случае От N Кошмар Ужасно Ну Мы там в конце Чуть попозже Докажем Среднее время работы Всех этих операций Оно все равно От единицы И такая вот Такой вот Выпад В O от N Он на самом деле Очень большая 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 редкость Ударение ключа Чтобы ударить ключ Мы точно так же Вычисляем Значение хеш-функции Переходим На нужный Список Ищем В списке Удаляемый ключ И удаляем его Время работы В лучшем случае От единицы В худшем Опять же От N А вдруг Опять все Ключи попадут В одну цепочку Тогда нужно Пройтись по всем Этим ключам Время работы Будет O от N Ну да Это если Если мы его еще Если его там еще Вообще и нет Тогда мы точно Найдем до конца Цепочки Поиск Аналогично Опять вычисляем Значение хеш-функции Находим Берем нужный список Ищем элемент В списке В лучшем случае Опять O от единицы В худшем O от N Среднее время работы Вот Для того чтобы оценить Среднее время работы Тут немножко тервера потребуется Но можно это и на пальцах понять Среднее время работы Хеш-таблицы Вот не хеш-таблицы А операции Операции на этой хеш-таблице Операции поиска Вставки Если мы делаем проверку На дубликаты И удаление Это O от единицы Плюс альфа Где альфа Коэффициент заполнения Хеш-таблицы То есть если даже У вас таблица заполнена полностью Если в ней хранится N элементов А ячеек Всего Тоже N То Все равно будет Работа Время работы будет O от единицы Ну двойки Ну двойка Это то же самое Что от единицы Потому что В реализации Хеш-таблицы Методом цепочек Можно делать Длинные цепочки И не опасаться Что время работы Сильно Увеличится Вот Давайте все-таки Это докажем Среднее время работы Это что такое Это мат ожидания Времени работы В зависимости от Исходного ключа И от состояния Хеш-таблицы На самом деле Еще Вот Что такое Среднее время работы Давайте немножко Пояснение Потому что Наверное Может быть не у всех Тервьеры Был Что такое Вот если у вас есть Некоторая Случайная величина Фи Функция Которая На элементах Вероятностного пространства Как его значит Х Элемент Вероятностного пространства Возвращает Некоторые Что она может возвращать Ну Некоторое число Например Действительное число Вот То Как посчитать Ее среднее Что такое Среднее Среднее Это сумма Сумма Как бы по всем значениям Фи Умножить На вероятности Этих самых Значений Это в дискретном Случае Это что такое Это по определению Я здесь Давайте все-таки Напишу Вот так вот Е От фи Или М От фи Это сумма Вот таких Вот С вероятностью Если у нас Сейчас это будет Более видно С некоторой Вероятностью Мы получаем Значение Х1 С некоторой Вероятностью Мы получаем Значение Х2 И мы В среднем Это суммируем Домножая На соответствующие Вероятности Получаем Собственно Среднее Значение Это такая Линейная Функция Мат Ожидание Она Линейна От Исходных Исходные Это вот Самые Фи Это определение Мат Ожидание А что такое У нас Т Т Это время И В зависимости от того Куда мы попадем Мат Ожидание Времени Работы Это Вероятность Того Что Время Работы Будет Какое-то Какие у нас Варианты Есть Вот Давайте Посмотрим Мы можем Попасть сюда 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 И Если у нас Некоторый Ключ К Попал сюда То есть Его Значение Хэшфункции Указало Вот на этот Индекс То отсюда Мы переходим По цепочкам По цепочке И время И время Работы Для данного Ключа Равно Длине Этой Цепочки N Катая Время Работы Это N Катая То есть X Итая То есть Время Работы Это N Катая N Катая А Здесь Н Итая Хорошо Н Итая Время Работы Равно Н Итая Длине Цепочки На вероятность Того Что К Попало В Н Итую Цепочку На вероятность Того Что Хэшфункция H От К Равно Равна И Вот Индекс И Ну здесь К Хорошо К О Здесь Вот К И К Хорошо Пусть Будет Здесь Итая Здесь Будет Совершенно Точно Все Правильно Н Итая Итая Цепочка Итый Индекс H От К Равно И Вот А вероятность Того Что Значение Хэшфункции Равно И Для Хэшфункции С хэшфункцией Которые Равномерно Относительно Данных Вот Эта Вся Вероятность Равна Единице Поделить На М Мы Хотим Вот Эту Теорему Доказать Для Тех Хэшфункций Которые Равномерно Распределены На Диапазоне От Нуля До М Минус Один То есть Хэшфункция Должна Быть хорошей Она Должна Всегда Возвращать Значение От Нуля До Минус Один Равномерно То есть Вероятность Того Что Хэшфункция Будет Равна Двум Должна Равна Единиц Поделить На М Вот Вот Это Сумма И Описано Единица На М Выносится Да Здесь Точка Равна Нулю Поэтому Здесь Единица На Ее Надо Вынести Это Константа Которая Время Работы Вот Она Здесь Единица Мат Ожидание Времени Работы Для Ключа К Это Мат Это Вероятность Того Что Ключ К Попал В Итую Ячейку На Единицу Плюс Длина Цепочки В Этой Ячейке Вот Раскрываем Это сумма Единицы На М Выносим Это Раскрываем Получается М Единиц Это М И Сумма Н Итых Сумма Н Итых Сумма Длинных Цепочек Это Количество Элементов Хэш-таблицы Получается М Плюс Н Поделить На Н То есть Единица Плюс Альфа Что Требовалось Доказать Вопрос По доказательству Есть Понятно Где Мы Пользуемся Где мы Пользуемся Тем Что Хэш-функция Это Равномерная Функция Что Она Выдаёт Ключи Равномерно По всем Значениям От 1 до М Минус 1 до Минус 1 до Минус 1 до Минус 1 до Дубликат Дубликат То можно Об этом Сообщить И Ключ Не Добавлять Удаление Тоже Булт Здесь Сделано Что В случае Если Этого Ключа Нет Она Возвращает False А Сам Сама Хэш-таблица Это Вектор Указателей На Элементы Списка Элементы Списка Объявлены Снаружи Но Правильнее Конечно Было бы Их Объявить Внутри Класса Потому Что Вне Класса Они Никак Не Используются Открыть Это Исправить Так Давайте Перерывчик Небольшой Устроим Потом Про Открытую Атрисацию Поговорим Давайте Продолжим Теперь У нас Метод Открытой Адресации В методе Открытой Адресации Нет Цепочек Все Элементы Предлагается Хранить Прям В самой Хэш-таблице Если Вот Один Хранит То Он Занимает Целую Ячейку А Если У вас Есть Коллизия Предлагается Делать Следующее Первый Кто Попросился Положить На Это Место А Второго Кто Попросился Положить Например На Следующее А Если Кто То Придет А Там Уже Занято И Занято Не Самим Ключом Который Ключом Который Не Имеет Это Хэш-значение Даже Не Важно Кем Занято Все Рано Пытаться Идти Дальше Вот Получается Эти Цепочки Они Раскладываются Внутри Хэш-таблицы Прямо В самой Хэш-таблице И Они Еще Накрываться Могут Пересекаются Вот Если у вас Ячейка Занята То мы Начинаем Систематически Проверять А Свободна Или Какая-то Следующая Здесь Следующая Может быть Просто Следующая По Эффективна Еще раз Как мы Вставляем Например Ключ Вычисляем Значение Хэш-функции H И Систематически Приверяем Ячейки Начиная От А А До До Тих пор Пока Не найдем Пустую Ячейку И Как только Мы Эту Пустую Ячейку Найдем Мы Вставляем Туда Ключ И Вот То Как Именно Выбираем Эту Самую Следующую Ячейку Куда Мы Пытаемся Ставить И в разных реализациях Последности проб Можно делать разными И Эта самая Последность проб Она зависит От чего? Она зависит От ключа В первую очередь Да? От того ключа У И От Номера Пробы Мы пытаемся Первый Раз Вставить По умолчанию В H От У Второй Раз Пытаемся Ставить Третий Раз Пытаемся Взять Следующую Ячейку Следующую Следующую И так далее И Индекс Этой Ячейки Это Есть Как раз Вот Это Значение Функции Пробирования Если Ее Могу Так Назвать То есть Мы Расширили Исходную Хэш Функцию Добавив В нее Параметр И Номер Пробы Куда Мы Пытаемся Ставить И Вот Очень Важно Индекс И Всевозможные Чтобы Они Всегда Давали Различные Различные Значения Индексов От Нуля До Минус Один Чтобы Мы Получили Некоторую Перестановку Чтобы Мы Попробовали Во все Ячейки Попытаться Вставить Наш Элемент Вот Обязательно Получить Полную Перестановку И Нельзя Пытаться Вставить Не Имеет Смысл Пытаться Вставить В ту Ячейку Которую Мы Мы же пытались Вставлять Вот Как Могла Быть Реализована Функция Добавления Она Не Очень Хорошо Здесь Реализована Сейчас Я Объясню Почему Но Она Правильно Реализована Но Не Очень Хорошо Она Пытается Проверить Сделать Сколько Это Проб Сколько Table Size Table Size Это Собственно М У нас Уже Был Да Вот Она Пытается Сделать Table Size Проб Вызывая H от K Бросить Какое-то Исключение О том Что Все Таблица Переполнена Больше Ставить Больше Мы Не Можем Например Либо Каким-то Образом Специально Обрабатывать Эту Ситуацию Сделать Перехеширование Об этом Чуть Позже Тоже Скажу Скажу Вот Здесь Почему Она Плохо Реализована Вот Плохо Она Реализована Из Вот Этой Строчки Вычисление Хэш Функции Для К И Для Индекса И Его Не Стоит Делать Именно Вот Так Прям В Лоб Вычислять Скорее Сего Там Вычисление Хэш Функции Для К Если К Большой Файл Или Строчка Большая Длинная То Ашатка Вычислялась Может Вычисляться Долго Во всех Методах Где Мы Будем Вычислять Это Ашатка И Ашатка Нужно Вычислять Один Раз А Номер Индекс Который Будем Использовать Для Попытки Вставить Элемент Он Будет Не Зависеть От Ашатка Вот Поиск Поиск Такой же Используется Та же Исследуется Та же Последность Проб Что И приставки Иначе Какой смысл В поиске Если Встречается Пустая Ячейка Это означает Что элемента Нет Потому что Если бы он был То он был бы Вставлен в эту Ячейку Вопрос С удалением Возникает Да Сейчас мы Дойдем С удалением Проблем Вот Удаление А вот Удаление Так просто Сделать нельзя Потому что Если вы удалите Элемент Из хэштаблицы То поиск Который Ищет Первую Свободную Ячейку По идее Он не должен Останавливаться Давайте Такой Пример Нарисуем Вот у вас Конечно Таблица Пытались Вставить Сюда Здесь Здесь Занято Делайте Следую Это нулевая Проба Это первая Проба Это H от K Здесь Тоже Занято Y Какой-то Потом Делать Вторую Пробу Здесь Опять Занято Ну и Потом Вставили Вот Сделали Операцию Add Ключа K Ну Сюда Вставили K А потом Взяли И удалили Z Удаление Z Вот этого Z Перейдет К тому Если вы удалите Просто так Удалите И там Сделайте Пусто То Метод Который Ищет Ключ K Что он будет Делать Он посмотрит Сюда Здесь Занято Посмотрит Сюда Здесь Занято Посмотрит Сюда Здесь Свободно И вот Он не должен Сказать Что ключа K Нет Он же Есть Поэтому Что делать Варианты На которые Напрашивается Пытаться Этот ключ Перенести Сюда Но это Не будет Работать Потому что Тогда Все Что Проходило Через Эту Ячейку Для всех Последовательствий Проб Нужно Тоже Переносить В обратную Сторон Это Может быть Очень Трудоемко Это Сложно И Это Не Нужно Тем Вы Не знаете Порядок Добавления Вот И Последность Проб Тоже Непонятно В какой Именно Итой Поэтому Делать Следующим Образом Вообще Удаление Если Вам Требуется Удаление В хеш Таблице То Рекомендуется Не Использовать Метод Открытой Адресации Тогда Уже Уже Туда Использовать Метод Цепочек Или Гибридный Метод Про Который Я Тоже Немножко Скажу Но Его Не Будет Слайдов Вот А Рекомендуется Что А Рекомендуется Просто Пометить Эту Ячейку Делет Тогда Метод Проверки Наличия Элемента Пойдет Сюда Пойдет Сюда Пойдет Сюда И Он Не Будет Выходить До Все Ключи Делет Все Ключи Заняты До Сих Пор Пока Либо Не Найдет Ключка Либо Не Найдет Пустую Ячейку А Метод Add Add К2 Пусть Там Пытаются Добавить Элемент К2 И У К2 Тоже Такое Же Значение Хэш Функции Например Идем Сюда Идем Сюда Следует Ли Вставлять Сюда Элемент К2 Можно Но Только Все Таки Лучше Проверить А нет Ли Его Дальше То Вначале Мы Должны Проверить Если Нет Элемента К2 Лучше Сделать Это Конечно Развернуть Этот Хэш И Сделать Все Таки Одним Циклом Но Это Я Условно Говорил Если Нет Элемента К2 То Вставить Сделать Insert Insert По первому По первой Либо свободной Либо удаленной Ячейки Первая Первая Свободная Или Удаленная То есть Удаленные Ячейки Они Потом Будут Использоваться Это Не значит Что У вас Ячейка Превратится В То Что Из-за чего Хэш Таблица Может Умереть Нет Она Может Потом Снова Заиспользоваться Но Количество Свободных Все равно Только Уменьшается Как энтропия У вас Было Какое-то Количество Свободных Ячеек Если Хотя бы Раз Она Стала Занятой То При удалении Она уже Никогда Не освободится И Время работы Всех функций Будет Все Увеличиваться 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 И Можно Прозвести Такая Ситуация Когда Все Все Ячейки Либо Заняты Либо Делетат И тогда Время работы Поиска Будет Очень Долгим Вот Поэтому Метал открытой адресации Не рекомендуется Использовать Если у вас есть Если требуется Пирас удаления Либо Либо Делать Перехеширование В тот Момент Когда Количество Свободных Ячеек Становится Меньше Какого-то Процента Ну Например Меньше 20% Стало Количество Свободных Человек Все Пора Делать Перехеширование Или Какая-нибудь Другая Логика Сколько Какое-то Другое Количество Процентов Возвращаемся Значит Мы Обсудили В общем Случай Как Выполнять Все Эти Операции Операции Вставки Поиска И удаления Теперь Обсудим А как Именно Пробировать Пробировать Можно Тремя Способами Точнее Мы Обсудим Три Способа Можно Конечно Много Способов Разных Основные Способы Это Линейное Пробирование Квадратичное И двойное Хеширование Вот здесь Слово Пробирование Есть Здесь Слово Пробирование Есть А здесь Слово Пробирование Нет Но Это Тоже Пробирование Просто Так Получилось Что Его Не Назвали Пробирование Двоичным Хешированием Просто назвали двойное хаширование хотя это просто способ выбора пробы индекса вот этот вариант плохой этот вариант получил примерно как цепочки работает а этот вариант хороший и наверное работает лучше цепочки из нет операции удаления но это сайт от тестировать все это вот что такое линейное пробирование линейное пробирование это самый простой способ пробирования мы пытаемся вычислить вычисляем значение h от к классическое вот она здесь со штрихом а первая проба это про собственно она и есть классическое значение хэш-функции до шутка вторая проба точнее первая нулевая это шутка а первое это шутка плюс 1 следующая садка плюс 2 от к плюс 3 то есть просто на самом деле последствия подряд идущих занятых элементов подряд идем и смотрим просматриваем все элементы пока не найдем свободное если здесь все занято 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 здесь до лета для этот а тут об свободно все нашли вот это вот линейное пробирование по одному двигаться вперед пока не найдем свободную ячейку основная проблема основная проблема называется кластеризация и заключается на вот в чем если у вас хэш таблицы идут подряд несколько занятых ячеек подряд несколько ячеек здесь тоже заняты то они начинают образовывать конгломераты такие кластера вот один один кластер образовался во второй кластер маленький конечно же бывают но смысле но они обладают следующим свойством если ткнуть в любое место этого кластера и пытаться что-то добавить то все эти все попытки лоткнуться куда-то в этот классе прибудут приводить к тому что будет именно к этому же кластеру добавляться новая ячейка вот сюда именно к нему вне зависимости от того куда мы попадем в этом кластере и кластер только разрастется и время работы на этом кластере увеличится сразу на единицу для всех для всех ключей которые здесь в этом кластере лежат вот это такая вот кастеризация на плоха это по сути вас все цепочки которые были здесь они все слились в одну цепочку это гораздо хуже чем от цепочек получается поэтому линейное пробирование когда делаю двойных ширине обычно не используется хотя в контесте пройдет там нас мягкий достаточно тайм-лимит стоит вот еще небольшое здесь объяснение про это самую кластеризацию что если да что мы идем сюда поднимать тем же с почками да ну вот сам внизу написано что все цепочки они если в каком-то вместе каком-то месте совпали то дальше они тоже идут по этой же самой цепочки вне зависимости от того какие ключи были вне зависимости от того какой номер пробы дальнейший проход у них одинаковые у всех последовательностей и это плохо вот чтобы избежать этой самой кластеризации нужно параметризовать параметризовать номер пробы индекс куда мы пытаемся ставить элемент параметризовать его как минимум индексом начали прям интересным индексом а в данном решение параметризации будет своим ключом вот если нас раньше было линейное пробирование здесь просто давлялась и то мы можем в общем случае добавить некоторые константы нужны на и плюс некоторые константы нужно на их квадрат вот почему называть квадратичное пробирование потому здесь квадрат квадратная функция все по модулю м но и самое сложное это подобрать c11 c2 так чтобы все эти значения х-функции по модулю м для всех и были различные это основное требование к методу пробирования чтобы все всевозможные значения вот этого числа плюс c1 и плюс c2 и квадрат по модулю м чтобы они все были различны для всех и вот ну и как-то оказывается вот эти c12 подобрать достаточно сложно но если взять их равными 1 2 то здесь будет получаться целое число всегда почему ну потому что если четное то целое если и четное то астане артически четное а если и нечетное то здесь 1 2 и здесь 1 2 вылезает и они опять образуют целое число вот то есть если c11 и 2 это 1 2 а м эта степень двойки хотя где-то написано тогда тогда будет хорошо во первых если они просто равны 1 2 то вот это вот что такое это и на и плюс 1 пополам и на и плюс 1 пополам это сумма арифметической прогрессии можно проверить до что дать проверим что и плюс первая проба это предыдущие от которой отступили на и плюс 1 то здесь важно то что мы отступаем каждый раз от предыдущей пробы столько клеток сколько ровно ровно такой крыси клеток которая зависит от которая зависит от номера пробы если у нас аж штрих от к плюс и на и плюс 1 пополам это какая проба это и т а и плюс первую давайте посмотрим то это а штрих от к плюс и плюс 1 на и плюс 2 пополам вот это число это число равно а штрих от к плюс давайте вот это вот двоечку вытащим что получится и на и плюс 1 пополам плюс 2 умножить на и поделить на 2 плюс и не плюс плюс и плюс 1 вот видите это вот это проба и проба и а это следующая то есть и плюс первая проба это так предыдущий прибавить и плюс 1 именно так конечно и надо вычислять во всех циклах поисковых при добавлении при удалении при поиске проверки элемента нужно просто при пробировании добавлять и плюс 1 к предыдущей пробе тогда получится эмуляция того и ситуации что нас 11 2 равны 1 2 возникает конечно некоторая еще одна такая называемая вторичная кластеризация если у вас но она уже менее существенно это по сути на самом деле более-менее равносильно использование метода цепочек стирать не буду а вот просто нарисую что вот если у нас есть нарисую теперь горизонтальных таблицу если у нас два ключа ключ к 1 и к 2 попали в одну ячейку пытаются добавить в эту ячейку для каждой из них пробы будут одинаковые вначале в ней ваша от к 1 и к 2 то есть h от к 1 равно h от к 2 вот по этому индексу мы начали пробуем следующую начали в ней пробуем потом следующую потом через одну потом через две ну и так далее и для каждого этих ключей последовательность проб будет одинаковая вот что здесь называется вторичной кластеризации если у вас два ключа совпадают они начинают в одном месте и дальше идут одинаковыми шагами по одной и той же последовательности вот вторичной кластеризации поэтому она очень похожа на цепочку цепочка одна и та же строится просто на самом-то деле есть еще и другие цепочки которые если в других местах попадают и на самом-то деле они пересекаются вот но это не так критично вот и теперь давайте разберемся с вот еще каким важным параметром важной характеристикой почему это квадратичное пробирование работает почему если у нас c11 c2 так вот выбраны то мы получим все возможные все возможные индексы если будем делать такое пробирование почему мы потом когда здесь зациклим сюда почему мы пойдем вот в эту ячейку пойдем ли мы в нее а в эти две авто которых 3 здесь пропущено и вот окажется пойдем если м эта степень двойки если c11 2 это 1 2 м до степень двойки так вот такое квадратичное пробирование дает перестановку всех чисел нас не будет повторения и вот к сожалению в интернете нету этого доказательства пришлось придумать свое если она если придумать что-то более простое пожалуйста скажите если или если узнаете так вот как это можно доказывать от противного пусть не вся перестановка чисел получается это означает что есть как бы опять по принципу дирекле есть совпадение есть два числа и и жи для которых и на и плюс 1 пополам и жена и жи плюс 1 пополам которые сравнимы по модулю 2 степени p мы так выбрали м вот что делаем давайте мы доможим все на 2 тогда эти два числа два произведения будет сравним по модуль 2 степени p плюс 1 ну каждый из них изначально было четное поэтому на 2 можно было делить а значит на 2 можно и домножать вот теперь перенесем все в одну сторону их разница будет сравним из 2 в степени p плюс 1 с нулем по модуль 2 степени p плюс 1 и вот если вот так вот разложить на множители то вот это число должно делиться на 2 степени p плюс 1 а когда такое бывает чтобы число делиться на степени p плюс 1 ну вот оказывается что вот если и и жи одинаковой четности то вот это четная а вот это множитель нечетный потому что если они одинаковые четности то здесь вот их сумма четная и появляется и не получается не это нечетная часть значит и минус жи четной иначе все степени двойки в разложении этого произведения должны быть здесь опасно на теореме арифметики вот все числа должны быть здесь здесь делители двойки вот значит именно же должно делиться на 2 степени p плюс 1 но это не может быть потому что и меньше чем 2 степени p и жи меньше чем 2 степени p мы делаем проб не больше чем 2 степени p ну точнее строго меньше их разница они разные их разницы не может быть м 2м даже а если они разные четности тогда вот это вот если они разные четности то их разница соответственно ничего от на число значит и плюс и плюс 1 должно делиться на 2 степени p плюс 1 но это тоже не может быть потому что и плюс и плюс 1 это и и жи у нас числа от нуля до m минус 1 включительно они различные значит их сумма меньше 2 степени p плюс 1 меньше чем 2 м и больше нуля потому что хотя бы 1 ну потому что здесь вот плюс 1 ну и общение различные поэтому точно больше нуля поэтому вот это число и плюс и плюс один не может делиться на степени p плюс 1 а должно было противоречие опять делить какой-то не делителя сказать частное отделение до степени плюс один на можно было написать равно 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 3 3 сравним с нулем он по 2 степени плюс один понятно обязательно понятно вопрос по нему есть непонятно теперь переходим в одном хэширование квадратичная мы уже поняли что она может работать если у нас есть правильно не кого-то здесь нужно говоря дать заявку свеча управлять предыдущие поставителя не стояки производит сегодня ввели номер опыта пятнадцатый а главный дом политическая вторая давайте мы теперь rhetoric горожка bright now можете ник quatro Ключ К1. Вот его хэш-значение вот здесь должно попасть сюда. Первая проба здесь. И все остальные пробы, они линейные. Но каждый раз мы сдвигаемся на некоторые H2 от К. И вот H2 от К — это вторая хэш-функция, поэтому двойное хэширование называется. То есть мы ходим всегда вот так, от К1. H2 от К1. А если есть какой-то другой ключ? К. К2. И H от К2 тоже попал сюда. Произошла коллизия. Коллизия ключей с частой явлением, с которым нужно бороться. То пробирование будет уже другое. Оно будет на H2 от К2. Он будет пробовать эту ячейку, потом эту. И он прибавляет H2 от К2. И получается, что даже уже в самом начале, на самом первом этапе, если у вас ключи К1 и К2 различные, то, скорее всего, и для них совпала первая хэш-функция, но, скорее всего, для них все-таки будет различна различаться вторая хэш-функция. Мы хотим, чтобы они были независимы, этих хэш-функций H1, H2. И если H1, H2 независимы и равномерно распределены, то с большой вероятностью у нас будет другая последовательность проб для К2. Не такая, как у К1. Получаем даже и двойное, и даже квадратичной кластеризации, вторичной кластеризации тоже нет. Мы сразу расходимся во всех пробах. Эти пробы линейные. И при реализации двойного хэширования, хочу сразу предупредить, очень важно не вычислять значения хэш-функции H1 и H2 несколько раз. Сделали? Вам нужно сделать пробирование, пройтись по этим пробам. Заранее вычислили H1, проверили. Если там занято, вычисляете H2, прибавляете к вычисленным значениям H1, проверяете там. И уже потом прибавляете каждый раз вычисленное H2 заранее. Не надо их вычислять по многу раз, потому что тайм-лимиты часто бывают из-за того, что либо хэш-функции вычисляют по многу раз, H2 и H1, либо, а там строки, ваши ключи, строки, либо еще бывают частые тайм-лимиты из-за того, что при добавлении проход идет по всем пробам и нет проверки того, что номер пробы меньше, чем количество элементов хэш-таблицы. И вы начинаете опять ходить по всем же самым пробам, а, например, в таблице нет пустых элементов. Такой тест у нас тоже мы постарались сделать, сделать так, чтобы в хэш-таблице с большой вероятностью отсутствовали пустые ячейки. В общем, на семинарах еще об этом будет сказано. Важно, чтобы все возможные элементы были попробованы. Вот смотрите, для ключа H1, ой, для функции H2 от K1 вы пробуйте эту, эту, и эту ячейку, и эту, и так далее. Вот. И вот важно, чтобы попробовать все. Вот. Чтобы не было такого, что вы будете наступать на те же самые ячейки. Нужно попробовать все. И то же самое для функции H2 от K2, чтобы она тоже попробовала все. Поэтому это накладывает ограничения на функцию H2. Функция H2, ее значения должны быть такими, что, прибавляя к исходной пробе, вы переберете все элементы хэш-таблицы. Все индексы от 0 до M-1. И как можно сразу такой H2 построить? Если M степень двойки, то достаточно, чтобы H2 было нечетным. Тогда автоматически все значения, все элементы хэш-таблицы будут пройдены. Ну, точнее, что? Нам надо, чтобы для всех ключей H2 от K был взаимопростос M. Тогда, тогда как будет? И умножить на H2 от K по модулю M будет выдавать все возможные значения от 0 до M-1. Вот это у нас уже сегодня было. Это возможно дать только тогда, когда H2 и M взаимно просты. H2 и M должны быть взаимопросты. Если M степень двойки, то можно, чтобы H2 было просто нечетным. Если M простое, то нам можно, чтобы H2 было просто меньше, чем это простое число. Так, нам важно, чтобы оно было просто простое, меньше, чем простое. И как, да, вот если M все-таки, если M степень двойки, то как сделать, чтобы H2 было нечетным для произвольного ключа K? Как построить хэш-функцию, которая всегда возвращает нечетные значения? Да, да, очень хорошее решение. Берем какую-то хэш-функцию и говорим, что мы берем ее значение, домножаем на 2 и прибавляем единицу. Очень хороший вариант. Главное, что работает. Но если у нас вот эта хэш-функция H2 от K принимает значение в диапазоне от единицы до M-1, то в каком диапазоне должна принимать значение функции H-стрих? От нуля достаточно. От нуля до M пополам, да. Минус 1. Так, диапазон от нуля до M пополам минус 1. Если M в степени двойки, то M на 2 делится. Да, правильно. Анализ. Ну, анализ хэш-таблиц с открытой адресацией немножко сложнее. Сложнее, чем анализ хэш-таблиц цепочек. Поэтому здесь без доказательства просто оказывается, что мат ожидания, количество проб при неуспешном поиске в хэш-таблице с открытой адресацией и вот с некоторым заданным заранее коэффициентом заполнения в предположении равномерного хэширования не превышает единицы поделить на 1 минус альфа. Вот альфа здесь оказывается в знаменателе. И если альфа приближается к единице, то здесь получается маленькое число, а значит дробь получается большая. Если альфа равна 1 второй, то время работы равно к чему? Единица поделить на 1 минус 1 вторая. Да, 2. Ну, я навису в кавычках, потому что если это 2, это просто множитель при некоторой константе. Если альфа это 3 четверти, то t будет 4. Если альфа, вот такой общий случай, n минус 1 поделить на n, m минус 1 поделить на m, точнее все элементы заняты, кроме одного. То есть если все элементы заняты, кроме одного, то время работы равно m. Примерно понятно почему. Потому что проходим по всем ячейкам. На самом деле здесь будет 1 вторая, скорее всего. Ну и здесь тоже константа, там другая, конечно. Не единица. Но порядок такой. Давайте все-таки так напишу. Такое вот. Примерно равно. Доказывать это не будем. В худшем случае мы получаем все равно o от n. Это в среднем o от единицы поделить на 1 на с альфа. А в худшем случае мы получаем o от n, потому что вдруг они все добавленные элементы выстроятся в цепочку, и как раз в ту самую цепочку, которая требуется для пробирования при добавлении нового элемента k. Поэтому в худшем случае все равно o от n. В среднем o от единицы поделить на 1 минус альфа, как было в этой теории сказано. Какие плюсы и минусы хэштаблицы с открытой адресацией? Основное – то, что не требуется памятное хранение этих всех списков. Потому что если у вас n большое, то требуется в памяти много выделять элементов этих самых списков. То есть n нужно будет n раз вызвать new для выделения элементов списка, если делать наивным образом эти самые цепочки. И метод открытой адресации позволяет хранить их в самой таблице. И это хорошо. Нет элементов хранящихся вне таблицы. Минус заключается в том, что хэштаблица может оказаться заполненной. Она может оказаться заполненная. И нужно поддерживать так, чтобы альфа не приближалась к единице. А при прилижении среднее время работы существенно увеличивается. Поэтому надо не просто не давать приближаться к единице, а нужно держать на расстоянии от единицы. Например, не меньше, чем четверть свободных элементов свободных держать. Еще сложное удаление, которое приводит к тому, что нужно следить за этими удаляемыми ячейками, следить за тем, сколько реально свободных, и высчитывать не коэффициент альфы на самом деле, а в качестве альфа брать количество занятых плюс удаленных, делить на общее количество элементов, которые могут быть в хэштаблице. А если мы поддерживаем количество элементов, такой же альфа была у существенно меньшей единицы, то вы нивелируете ли это преимущество, что нам не нужно тратить память, а не для себя и страдать? Нет, не нивелируется, потому что, когда используется new для хэштаблицы, оно используется в куче обычно, если ничего специально не делать, не делать специальных коллокаторов. И вот там, где, когда оно работает в куче, оно приводит к тому, что в куче выделяется много-много-много маленьких участков. И если делать, если куча какая-то системная, и во время работы с этой хэштаблицей выполняются еще какие-то действия, что чаще всего и бывает, то вот эти вот элементы, элементы хэштаблицы перемешиваются с элементами, какими-то данными, которые реально используются. И потом, когда эти элементы хэштаблицы освобождаются, удаляются, то получается очень сильно фрагментированная куча. И она не дает работать... Вроде память есть, а работать не дает. Мы с этой проблемой сталкивались много раз, и поэтому нужно использовать либо свой локатор, либо специальным образом хранить, выделять эти самые элементы. Вот у нас используется своя хэштаблица, которую я как раз хотел про нее немножко рассказать. Давай сейчас вначале про динамическую хэштаблицу расскажу, а потом про гибридный подход. Как можно гибридно работать с хэштаблицей методом цепочек и при этом не использовать вот эти вот new в большом количестве? Динамическая хэштаблица, что это такое? Изначально вы можете не знать, а сколько вам потребуется места для хранения элементов. И может быть, хэштаблица будет большая, а может быть, маленькая. Вы можете заранее сделать ее маленькой. А в процессе работы, если не будет хватать элементов, не будет хватать ячеек для этой хэштаблицы, то можно сделать перехэширование. Для метода открытой адресации нужно не допускать приближения альфа к единице. В методе цепочек можно сделать коэффициент больше единицы оставить, например, когда альфа равно двум или единице. Но перехэширование все равно когда-нибудь потребуется сделать. И в чем оно заключается? Вот у вас есть исходная хэштаблица. Надо картинку трясать. Вот есть исходная хэштаблица. Здесь есть какие-то ключи. И вот вы выделяете хэштаблицу, которая, например, в два раза больше. И нужно все эти ключи сюда перекидывать. Но вот эта вот хэштаблица была для хэштаблицы, которая параметризовалась m, а вот здесь хэштаблица будет уже другая. h2m, например, если размер таблицы удвоился. И поэтому вот эти ключи нельзя просто так по индексу сюда, отсюда сюда перекидывать. Вот этого делать нельзя. Нужно эти ключи сюда вставлять, в эту таблицу, в соответствии с тем индексом, который ему назначает вот эта вот вторая хэштаблица. Поэтому нужно просто все ключи отсюда взять, заново для них вычислить хэш-функцию, но уже новую, и вставить в то место, где она должна быть. То есть по сути надо просто много раз вызвать метод добавления с новой хэш-функцией в новом буфере. Там вам тоже потребуется делать метод добавления с перехешированием, поэтому можно немножко обмануть. Хэштаблицу, точнее код, написать так, чтобы у вас была функция добавления, и при перехешировании можно было бы вызвать эту функцию добавления, но подменив предварительно буфер. То есть наоборот, взяв вначале старый буфер, положив его рядышком, например, swap нового и старого буфера сделать, а потом m обновить размер, table size, и просто перебирая все элементы из старого буфера, просто сделать много раз insert. Да, еще раз. Здесь уже просто в слайде зафиксировано, когда нужно делать это самое перехеширование. Для методов цепочек, можно, когда альфа достиг единицы, например, для методов открытой адресации, когда альфа подбирается к значению 2 трети или 3 четверти, можно другие значения здесь указать. Вот. И по времени работы. Метод цепочек по времени работы работает лучше, а метод открытой адресации чуть хуже, но не сильно критично. Вот. В лучшем случае все равно от единицы будет во всех. И если вы поддерживаете альфа, как там, в случае метод цепочки, чтобы он не превышал единицы, если в случае метод открытой адресации тоже там, чтобы он не превышал 3 четверти, то по сути все вот эти вот числа – это константы. То есть время работы всех методов – это от единицы, если не добираться до перехеширования. но это от единицы в среднем. В худшем случае все равно от N. Все равно приходится рисковать. И возможны случаи, когда такие коллизии происходят, происходят, и они накладываются, и время работы становится больше, чем вы ожидали. Но в реальности это происходит редко. И вот для строчек, кстати, вот придумать последовательность элементов, имеющих одно и то же хэш-значение, достаточно сложно. Но если у вас используется для строчек метод Горднера, вычтение многочлена в обратном порядке, и у многочлена, помните, там был такой параметр a, он подставлялся, значение многочлена бралось в точке a. a подставлялся, многочлена вычислялась. Вне зависимости от этого a, можно подобрать последовательность строк так, что строка первая, строка вторая, там строка третья, строка n-ая, все они будут иметь одно и то же хэш-значение для любого многочлена с любым параметром a. Ну, в смысле, для любого параметра a. Вот. Это можно найти, такую последовательность, например, на код forces. И часто, когда делают задачки, задачки с... где есть строки, и задачи, которые можно... олимпиадные задачи, которые можно решить с помощью хэширования, с помощью хэш-функции, то стараются эту последовательность строк, которая строится не так, чтобы очень сложно, эту последовательность строк стараются добавить в одной... в один из тестов, чтобы нельзя этой задачей было решить методом хэширования так вот и давайте я все-таки пару слов расскажу про гибридный алгоритм который используется нас компании это не то чтобы тайна но такой ноу-хау небольшой как у нас сделано хэш таблица она состоит из двух частей первая часть а и так как у нас естественно шаблонная хэш таблица шаблонный класс м это нектое простое число и размер хэш таблицы равен 2м с 2м м вот 1 м равен 31 то есть хэш таблица сразу создается для 31 элементов в котором еще есть область переполнения и элементы которые вставляются они вставляются вот в эти ячейки это ячейки от 0 до m с классическим назначением хэш-функций и если у вас есть ключ какой-то k1 вот вывод сюда ставится если здесь свободно если ключ к 2 куда-то еще ставить может сюда ставится а если есть ключ к 3 для которого h от к 3 равен h от к 1 есть произошла коллизия вот сюда пытается ставится вот а здесь уже занято то что делается то в области переполнения создается четверка вот почему-то 4 оказалось хорошим числом к 1 сюда не кладется кладется вот сюда перекладывается а к 3 прикладывать сюда на самом деле здесь вот и а сюда записывается указатель на четверку если требуется добавить к 4 с той же хэш-функции к 4 добавляется вот сюда если требовать к 5 то опять тоже добавляется сюда а если требуется добавить к 6 и он тоже сюда должен добавиться то создается еще одна четверка ну возможно вплотную к этой но это не важно это не в общем случае это не так к 5 переносится сюда к 6 записывается сюда а в это место где раньше лежал к 5 записывается указатель на новую четверку и хаш-функция и хаш таблица растет 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 до тех пор пока либо область переполнения полностью не заполнится ну либо то какая-то другая в листика не сработает что пора и пидел перешивание вот и здесь есть некоторые тонкости в реализации как понять что здесь лежит ключ или указатель и на самом деле ключи на самом-то деле они хранятся не в этой хэш таблице они хранятся в отдельном локаторе который чаще всего блоковый там дальше уже много наворотов разных тонких тонких но вот если ключи на самом деле ключи хранятся здесь к 1 к 2 к 3 к 4 к 5 и так далее блоковый локаторе в котором не бывает в котором не бывает фрагментации потому что если вас требуется выделять всегда один тоже фиксированной фиксированной длины блок памяти то в этом локаторе не нужно хранить информацию о том сколько выделено под каждую ячейку и выделение 1 1 блок памяти освобождение можно сделать завод единицы если хранить список свободных блоков в самих блоков ну то обратный список односвязанный из самих блоков но это это отдельно это вот проще блоковый аллокатор так может быть устроен и что еще сами ключи не хранятся в хэш таблице а хранится ссылки на эти ключи получается бывает указатели трех видов ли и либо что это пусто здесь пусто либо это указатель на некоторый ключ вот к два указывает сюда да который указывает вот сюда либо указатель на некоторый ключ либо указатель на область переполнения и нужно все три случая различать так как эти указатели так как это указатели то указатели на некоторый тип этот тип сделан таким написан так что компилятор его компилирует как некоторые тип которые нужно выравнивать как минимум по 4 байта поэтому все указатели и этот самого этого самого спец специального типа спешил нот я не буду рассказывать какой он устроен внутри так сам точно не помню это может быть union может быть что угодно как-то специально написанный вот этот тип указателя он всегда оказывается выровненным на 4 байта но и вообще практически всегда на самом деле указатели выравниваются на 4 байта структуры обычно всегда содержит там что-то более сложное чем short вот эти указатели они все выровнены 4 байта и поэтому последние два бита в этом указателе они сюда нули сюда нули ну вот есть такой вот хакерский метод в эти два последних нулях что-то хранить например храним там 00 если это 0 храним там 01 если это указатель на область переполнения храним там 10 если это указатель на реальный ключ таким образом мы экономим на всем на на хранение информации о том какого именно типа указатель у нас есть вот такой вот гибридный метод и изначальный размер если там какое-то простое число например 31 то перри перехеширование при перехешировании новый размер выбирается так чтобы следующее простое число примерно равное 2 умножить на предыдущее то есть после 31 идет 61 по моему потом идет не помню в общем заранее посчитанная последовательность простых чисел которые являются размерами хэш таблицы при перехеширование берется просто следующее в этой хэш таблице в гибридной по сути она является методом реализации методом цепочек да вот эти у нас такие цепочки которые в области переполнения живут но не вы не не работает не требуется работы кучи и не требуется заниматься особенным удалением которое требовалось когда мы делали метод открытой адресации в открытом методе открытой адресации приходилось помечать ячейки как удаленные а теперь если нам требуется удалить какой-то ключ то мы идем по этой цепочке до конца вытаскиваем этот ключ закидываем его сюда а если здесь остался один то мы тоже его сюда закидываем удаление честное полноценное с освобождением узлов до пустого состояния ну да возможно удаляется четверки ничего не поделаешь работает хорошо